В Вашингтоне, как и в большинстве других районов Америки, стоит сейчас теплая, по-настоящему летняя погода. Ничто еще не предвещает наступление зимы. Но пройдет совсем немного времени, начнутся холода, польют дожди, и нелегко тогда придется обитателям вот этих домов на Вашингтонской 14-й улице. Как, впрочем, и множество других американцев, доходы которых настолько низки, что едва позволяют им сводить концы с концами. Энергетический кризис особенно больно ударил по неимущим, престарелым, безработным и людям, живущим на скромные пособия. В результате роста цен на нефть, счета за отопление во многих вашингтонских домах за последний год выросли на 80%. И предстоящей зимой, как ожидают, достигнут рекордной цифры. Ну а если жителям этих домов платить по счетам нечем, тогда их, вероятно, ожидает участь, которой так опасается эта старая женщина. «Я не хочу умирать от холода», написано на плакате, с которым она вышла на улицы Вашингтона. Американцы требуют ограничить прибыли нефтяных монополий, снизить цены на топливо. Но препятствовать баснословному обогащению нефтяных магнатов Вашингтонская администрация явно не собирается. Напротив, отказываясь от контроля над ценами на природный газ и нефть, она тем самым открывает перед нефтепромышленниками неограниченную возможность вздувать эти цены. И неудивительно поэтому, что миллионы людей в Америке смотрят в будущее с тревогой, со страхом ждут приближения долгой и холодной зимы.